Свыше трех тысяч случаев заражения коронавирусом были выявлены в Азербайджане за минувшие сутки. 39 человек с положительным тестом на COVID-19, к сожалению, скончались. Количество выздоровевших пациентов составило 1770 человек. Карантин в стране, согласно решению оперштаба, продлится вплоть до 1 ноября. К тому же теперь все участники свадебных церемоний, вне зависимости от количества гостей, обязаны иметь при себе COVID-паспорт. Документ должен подтверждать, что его владелец прошел вакцинацию от COVID-19 или имеет иммунитет в связи с перенесенной недавно болезнью. Общее число граждан, прошедших вакцинацию в стране, составляет более 6 миллионов 600 тысяч. Первую дозу вакцины получили более 4 миллионов, вторую — более 2,5 миллионов человек. Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ростом смертности от COVID-19 в Европе. По подсчетам организации, до 1 декабря 2021 года пандемия может унести жизни более 236 тысяч человек. Происходящее в организации объяснили широким распространением более заразного дельта-варианта коронавируса, отменой антикоронавирусных ограничений и ростом туризма. ВОЗ призвала наращивать темпы вакцинации, отметив, что в менее благополучных странах региона от коронавируса полностью привиты лишь 6% населения. Главный приоритет удостовериться в том, что самые уязвимые получили первую и вторую дозу. А потом в страны, где у людей снизился иммунитет, тяжелому заболеванию, эти страны могут подумать о третьей дозе. Нам следует делиться вакциной с государствами, которые еще не до конца привели медицинских работников. Но в то же время мы должны следить за новыми данными. Тем временем в Берлине к процессу вакцинации подошли по-своему. Специальный поезд вакцинации от COVID-19 кружил по кольцевой железной дороге столицы Германии, предлагая получить прививку. А несколько местных жителей даже забронировали билет онлайн. Процесс не совсем понятен. Я не смогла привиться. Надеялась, что успею, но не получилось. Теперь нужно дождаться приема к врачу. На прошлой неделе я услышала от друга об этом поезде, а затем я попыталась записаться на прием, но не получилось. Желающих принять участие вакцинации оказалось так много, что для меня не осталось места. Я все же решила прийти и попытать счастье, однако препарат закончился, и я так и не сделала прививку. Количество заражений, зарегистрированных COVID-19 в мире, превысило 270 миллионов. С начала пандемии число жертв нового штамма коронавируса превысило 4,5 миллиона человек.